здравствуйте друзья суббота с утречка уже полдень фактически еду я в офис потому что надо посмотреть кое-чего из-за этих номеров соцстрахования человек это уже три недели как в америку въехал что-то что я не припомню чтобы было что-то но я не был в офисе в пятницу поэтому думаю надо заехать посмотреть там какие-то проблемы переживания у меня вот такая пачка сейчас найти очень интенсивно стали приходить и green card и номера соцстрахования как это активность такая особенно но я немножко замедлил таскать поток наших видео потому что у меня был съемочный день вчера позавчера в четверг четверг у меня был съемочный день приходили ребята которые снимали на нашей партии вот по поводу 30-летия моей деятельности в киэй и 28-летие школы ну как бы мы делаем фильм они делают ну как по нашему заказу так скажем вот и они снимали на партии а сейчас они хотели там поснимать нас в разных местах задавали вопросы всякие какой-то такой фильм должно хорошо получиться ну что дальше сказать снимали 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 и настолько наснимались что мне даже уже как-то не очень хотелось даже может быть что-то снимать так ты не знаю а плюс в пятницу у меня же стрим правильно этом три часа проговорил вчера и как-то вот что тут снизилась активность плюс у меня теперь новая игрушка такая увлечение я смотрю что у нас там происходит на тик токи и даже в даже в инстаграме что интересно потому что вот например видео про укладку асфальта друзья в инстаграме набирает или до набирает и набирает друг она поперла она стала самым популярным видео там уже не помню сколько там 1050 на просмотров в общем что такое там не спеша так это привод 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 что там происходит то есть вот эти вот шорт да ну и конечно самое прикольное из всего этого это тик ток потому что те темпы которые которыми там люди просматривают это все и там соответственно лайки свои ставят и уровень количество просмотров тоже но у нас конечно нет такой активности что ли зрители как например на других каналах вот я смотрю на там марина могилка у нее на тик токи там 8 процентов этот engagement да то есть вовлеченность то есть они ставят лайки пишут комментарии там кому-то рекомендую сами подписываться ну и тогда у нас где-то 2-3 процента вот так она скачет между 2 и 3 то ли контент такой не не вовлекающий не знаю во всяком случае значит было видео которое сейчас про укладку асфальта такое странно там было там уже к 7 миллионам подошло продолжает сейчас медленнее гораздо но продолжает расти там около 7 миллионов и повесили вчера с утречка еще одно там уже тысяч почти 400 я думаю когда вы будете смотреть уже там будет 400 тысяч такой небольшой сюжет о том как люди живут в автобусах школьных покупают списанные школьные автобусы не относительно небольшие не такие не гигантские вот и там живут это стоят в трех кварталах значит от набережной там тихого океана в санта-крус и вот так они как-то в таких местах замечательных стоят и проживают я я не знаю конечно вряд ли там есть какой-то вот прямо туалет настоящий но можно там всегда есть такие биотуалеты есть еще что-то как-то они там может быть они общественным пользуются там на самом деле полно и общественных туалетов рядом и и душ можно и душ принять все там же пляж это можно и помыться и все что хотите в общем такой вот сюжет тоже набирает хорошо я так периодически знаете я офигеваю и вот в этом своем офигевание я так периодически хожу посмотреть что там ну что там что а еще сколько а ее мою надо же за час сколько за час там клое там еще столько-то меня немножко привыкнуть к этому и так но первое впечатление да сегодня я не знаю буду ли я снимать но сегодня у нас интересное такое тоже событие приезжают наши институтские друзья которые проживают в баварии уже много-много лет в городе ауксбург мы как-то были у них там в гостях был момент мы со светой поехали на октобер фест у света одноклассница и подружка по киеву проживают в мюнхене и мы поехали в мюнхен на октобер фест ну и уже там рядом что там этот ауксбург значит вот они за нами заехали и ну и там за ночевали потом целый день там возили нас по каким-то замком там еще что-то в общем так вот и с тех пор не виделись но наверное не виделись уже лет 25 да а так помню и знаете вот такими там сколько там 18 19 20 там потом уже вот 25 лет назад ну и вот сейчас они вышли на пенсию и как положено немцам путешествует какая какой-то у них очень тут тур по соединенным штатам причем надо сказать что судя по расписанию такому это просто значит как-то их припахали их основательнейшим образом то есть там не продохнуть но тем не менее значит сегодня в три часа да вот сейчас 12 в три часа их наш общий приятель по институту связи подхватит в сан-франциско там на эмбаркадеры это место где кораблики стартуют их там то они должны поплавать по заливу вот их там значит кораблика снимут привезут к нам где-нибудь может быть там пол пятому пол пятого и мы тогда вот не знаю чего вообще хотели в ресторан пойти покушать но я не уверен удастся ли там что-нибудь записать потому что все-таки нас там шесть человек да то есть соответственно туристы так сами по себе потом мы со светой и потом ребята которые привезут тоже пара семейная то есть нас будет там шесть человек и я не уверен что там все хотят чтобы как-то они записывались посмотрим может быть таким на пять минут чуть сделаю такой ой господи боже мой есть чем вспомнить есть чем вспомнить да так вот друзья такое так как-то меня вот так раскидала мы поэтому приехали сейчас из санта-круз потому что мы бы там побыли там прохладнее намного вот я могу сказать что когда мы поехали в санта-круз разница в температуре было в четверг мы когда туда поехали в 3 около 4 часов дня разница в температуре было 10 градусов цельсия то есть было 36 градусов было тут и 26 когда мы приехали в санта-круз представьте себе когда мы возвращались разница была в 4 градуса цельсия в общем поскольку сегодня довольно жарко и вообще вот вся неделя будет довольно жарко мы из-за этого решили не ехать в паса роблес там мы думали на недельку но по дому нет там 44 45 градусов цельсия мы просто будем в гостинице сидеть а нам надо и собачкой погулять и походить там посмотреть на чё так просто ехать в гостинице жить там бассейне мокнуть так что вот такие у нас дела я просто рассказываю такси дайджест такой нашей жизни все я приехал пойду посмотрю что у нас там делается с этими иммиграционными документами там на разных людей потом доложусь